Ну, это что касаемо наказания. Идем дальше. Вот здесь Алексей Клюшников пишет мне, не знаю из какого города. Олег, подскажите, если не сложно, у нас овчарка 7,5 месяцев, команды слушать не хочет, ко мне вообще может игнорировать, подойдет когда хочет, потом надоест, подходит, уйдет гулять. Мы перешли на кормление два раза, натуралка, для дрессировки кормили сутки утром. А, сутки не кормили, утром вышел с лакомством заниматься и, короче, не слушает собака, я так понимаю. Человек начинает сомневаться в своих дрессировочных способностях и так далее. Субруга предложила кормить ее поменьше, то есть думает о том, что она наедается, наверное, сильно. Живем в частном доме, иногда разрешаем собаке дома погреться, она и сама заходит иногда. Ну, что тут можно сказать, я вот даже до конца дочитывать не буду. Смотрите, Алексей, здесь, что я читаю с вашего письма? Я читаю с вашего письма о том, что я не вижу картину целиком, поэтому какую-то вашу именно рекомендацию я вам дать не могу. Но что я могу понять с вашего письма, то что ваши ошибки изначально, что значит больше-меньше вы собаку кормите. Я не понимаю таких, собственно говоря, выражений. Собаку нужно кормить, соответственно, тому количеству еды, которое ей положено. То есть, вы посмотрите, у меня есть много уроков по поводу, как кормить, сколько кормить собаку, чем кормить собаку. То есть, нужно весы завести домой, то есть, это недорогая, собственно говоря, удовольствие. Там стоят они 400-300 рублей, эти весы, да, кухонные. Если вы готовым кормом кормите, то насыпали, взвешили, дали собаке. Если она у вас полнеть начинает, то резали корм. Если она у вас худеть начинает, то подняли. То есть, уже надо правильно кормить собаку именно по той методике, которая рекомендует там готовые корма. Если не готовые корма, ну, как я уже неоднократно рассказывал, не буду останавливаться на этом. Идем дальше, значит. Вы пишете, что у вас овчарка, да, и собака не реагирует на вашу подкормку. Что я могу сказать, понимаете, вот 80% овчарок это собаки, которые мотивированы не на подкормку, а на игрушку какую-то, то есть, если вы начнете с ней играть, то есть, вы не нашли правильную мотивацию. Если даже у вас собака, собственно говоря, мотивирована на подкормку, ну, может, она из 20% тех овчарок, которые именно на подкормку мотивированы, иди домой, я кому сказал. Вот. То нужно подобрать именно эту подкормку, чтобы она реагировала на нее. Если у вас собака не реагирует на эту подкормку, значит, вы ее неправильно подобрали. Вот и вся проблема, собственно говоря. Потом, что я еще могу понять. Собака захотела, зашла к вас домой, захотела, не зашла. То есть, линии поведения вожака я тоже не вижу. Ну, вот. Я сейчас только рассказывал, как стать вожаком для своей собаки. Вот. Действуйте по этим принципам, и все будет. Будет у вас счастье. А еще, друзья, знаете, что хочу сказать? Присылайте видео. Я не могу отвечать на подобные вопросы, потому что я не вижу целиком картину, как это все появляется. Так. Дальше. Костя Шереметьев. Здравствуйте, Олег. Я хочу купить щенка немецкой овчарки. Но встает вопрос, весенний или осенний помет. Заводчики одни говорят, что осень лучше тем, что собака рожает после лета, и у нее нет авитаминоза. Другие говорят, что весна лучше тем, что щенок рождается перед тем, как гулять, пойти в теплую погоду. Я в недоумении. Скажите, какое время года лучше брать питомца? Ну, вот смотрите. Вы говорите о витаминозе. Кинологи говорят о витаминозе у собаки. Какой может быть витаминоз у собаки, если у нее полноценное питание? То есть ни о каком витаминозе речи быть не может. Если вы готовыми кормами кормите, да, и что очень много людей делают, собственно говоря. А тем более, если это заводчики, если это какой-то питомник, какой витаминоз может быть? Если сука носит щенков, естественно, ее кормят хорошо, если вы у хороших заводчиков берете. То есть никакого витаминоза быть не может, потому что питание само по себе является сбалансированным. И витаминоза в принципе ни зимой, ни летом, ни весной быть не может. И не должно. Если кормят натуральными какими-то кормами, то здесь, естественно, должен соблюдаться принцип добавки. То есть должны добавляться витамины, минеральные вещества. И опять о витаминозе речи быть вообще не идти не должно у собаки. А если у собаки авитаминоз, у этих заводчиков я вам рекомендую не брать вообще щенка. Следующая деталь. Почему рекомендуют брать, например, у собаки осенний помет? Почему осенний, весенний помет? Они и зимой, и летом рожают собаки. Здесь суть в чем заключается? В том, что первые несколько месяцев жизни вы собаку не выводите на улицу. А почему вы не выводите на улицу? Потому что здесь идет период карантина. Пока вы все вакцины не сделаете. Ну вот, соответственно, посчитайте, в каком регионе вы живете. То есть есть у вас снег, слякоть, нет у вас снега, слякоть. Если там где-то вы живете на юге, то одна тема. Если не живете на юге, то это другая тема абсолютно. То есть, ну, это опять возвращаемся мы к теме вакцинации щенков. То есть, вот, взяли щенка, на 8-9 недель нужно делать первую вакцину, да. После этого, причем перед этим нужно, там, я еще повторю, проглистогонить собаку, чтобы она была здоровая абсолютно щенок, да. Потом делаете первую вакцину, потом через 20, от 2 недель до 21 дня, там, до 25 дней, в зависимости от вакцины. Вы делаете ревакцинацию, потом выдерживаете 2 недели. И только после этого времени вы выходите на улицу. Ну, естественно, лучше будет, если будете выходить на улицу, вы, скажем, там, в снег, да. Там, где меньше всякой, там, дряни, там, валяется, там, и так далее. То есть, чтобы собака не подбирала с улицы чего-то. Либо вы будете выходить на улицу, когда это будет лето, да, там, травка пойдет зеленая, чтобы не было слякоти, не было этого помета, который валяется кругом. То есть, нужно подгадать именно под сухой период какой-то времени для первого выгла щенка. Ну, и, соответственно, выбирайте, когда он, там, весной, осенью, летом или зимой. То есть, вот считайте, что первые 3, ну, максимум, там, 4 месяца вы не будете гулять с собакой. И чтобы вот в период выхода на улицу собака, то есть, именно вот инфекции всякой разной, грязи, там, положительных моментов, которые даже вы будете заводить собаку домой, да, вам будет неприятно, там, это брюхо грязное, лапы грязные, там, и так далее. То есть, подгадывайте тот период времени, чтобы было, либо там зима это была конкретная, чтобы там снег лежал, чтобы чисто было, инфекций поменьше было, либо это лето было, сухое уже лето, так, чтобы это не было межсезонье. Вот, собственно говоря, и все. Ну, надеюсь, я ответил на все ваши вопросы, на большинство ваших вопросов. Так что, друзья, давайте, ищите свои ответы на моем канале, они уже в 80% случаев находятся на канале, в 20% я отвечаю. Отвечаю, но ответить сразу иногда у меня не получается в связи с дефицитом времени и большим, огромным, я бы сказал, объемом вопросов. Заслужите доверие, заслужите уважение, друзья, и все у вас получится. С вами был канал Я и мой хвост, я его автор и ведущий Олег. Спасибо.